История здания по переулку Телеграфный 2 берет отсчет с начала прошлого века. В 1910 году здесь располагались продуктовые склады. Здание специально построили вблизи пристани, чтобы было удобно бийским купцам. В годы советского прошлого здесь располагался краевой киноцентр. Канули в лето, фильмы на кинолентах, центр закрыли и здание опустили. Это одна история, другая связана с поиском здания для спортивно-патриотического центра. Евгений Татарников, Евгений Добыш за это взялись очень ярко, бодро, будем так говорить. И в общем-то их поддержали. Поддержали и в нашей администрации, глава администрации, и поддержали нас в Краевом управлении по культуре и архивному делу. И пошли на то, чтобы передать это здание Союза ВДВ. Вот уже два с половиной года кипит работа. Деньги, что называется, собирали всем миром. Здесь и средства грантов, и собственные средства. Большую помощь оказали депутат Государственной Думы Александр Прокопьев и советник главы администрации Александр Теплов. Организаторы планируют создать здесь тренажерный зал, лыжную базу, а в соседнем здании хотят построить гостиницу для спортсменов. Проблема такая в городе, что дети приезжают на соревнования, без разницы, хоть армейский рукопашный бой, хоть пловцы, хоть шахматисты, им просто негде жить. И физически, и материально они не могут позволить себе гостиницу. То есть ищут вот такие места, а это будет доступно. Близость к реке тоже решили использовать себе на руку. Организовать погружение с аквалангами. Днем здесь будут заниматься дети, вечерами взрослые. Два здания и земельный участок площадью полтора гектара. Таковы общие владения спортивно-патриотического центра. Землю тоже решили, как будут использовать. На ней построят спортивный городок. Будут проводить зорницы. Еще хотят создать скалодром. В общем, планы масштабные. Мы вот разговаривали с Евгением Викторовичем, день матери, когда был, с матерями погибших. Они просто рады. Мы, говорит, будем приходить в лыжную базу, мы тут планируем. На лыжах будем кататься, чаепить и устраивать. То есть я вам сейчас проведу, покажу у нас актовый зал здесь. Ну, все как бы создается для того, чтобы люди могли проводить досуг, здоровый образ жизни. Для того, чтобы осуществить задуманное, нужно около шести миллионов рублей. Пока удалось собрать около миллиона. На эти деньги отремонтировали крышу, заменили окна и сделали отопление. Уже к лету планируют запустить тренажерный зал. Ну, вот они, потолки, видите, старые. Они как лежат, рельсы через всю длину. И вот она, кладка. То есть у нас в планах вот эти перегородки все убрать, потому что они несущие. Здесь будет большой тренажерный зал. Здание является архитектурным памятником, и это накладывает определенные требования к ремонтным работам. За их ходом следят специалисты из культурного центра наследия. Фасад здания должен сохранить свой исторический вид. Евгений Добыш рассказывает, что в ходе ремонта оказался удивлен, насколько прочно строили этот объект наши предки. Вот это старый кирпич, старого образца, дата строения 1890 года. Он шире, по длине он такой же, но по качеству, конечно, будущий, чем он нашел. Вот этот кирпич даже разбирается с этого кирпича. Мы же и ведем, как бы, и дальнейшие работы. Что-то достраиваем, что-то улучшаем. Потому что на данный момент идет работа не только, как бы, по направлению военно-патриотического воспитания, но и создание того же самого вида, старого вида, да, этого здания. Потому что с улицы тоже видели, там сломано, там развалено. И нужно будет со временем еще восстановить всю ту картинку, которая изначально была с самого начала построена. Пока окончательные сроки сдачи объекта не озвучены, все зависит от финансирования. А энтузиазму организаторов хоть отбавляй.